МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что значит для вас эта медаль? Во-первых, естественно, я ехала туда, чтобы заевать золотую медаль. Но оказалась я серебряной призеркой. Я считаю это своей победой, потому что я знаю, через какой труд я прошла, какие негативы я сделала позитивным. И как-то спасибо Всевышнему, что я получила эту медаль. Я очень рада. А какой негатив мог быть? Ну, во-первых, когда приехали на деревню, олимпическую деревню, у нас все было хорошо, отлично, прям. Все как, не знаю, по маслу. А день соревнований у меня, не знаю, что-то эмоциональное было или сильно нервничало, что-то такого. И у нас получилось, что время изменилось, когда мне сказали первое, в 12 я буду выступать на соревнованиях, а потом сказали, что в 9.30. Я чуть не опоздала на свой первый бой. И вышла без разминки. Получилось так, и я уже так нервничала, что я не знала, что делать, как я буду выступать. Что все, что ли, я сдаюсь или пойду вперед, как-то выиграю себя. И так получилось. Ну, поэтому счет такой, поэтому, да, 80? Да. Но эта соперница тоже, она участница Олимпиады. В Рио участвовала. Филипинка. Да. Немного я нервничала, потому что всегда первый бой – это самое важное, все решающее, я думаю. И как-то я первый и второй раунд почти все проигрывала, а потом в конце третьего раунда я могла повернуть в свою пользу. Угу. Ну, первый бой прошел, вы выиграли психологический барьер, вы преодолели. И второй бой у вас был с Вьетнамкой, 16-1. Счет был зафиксирован. То есть уверенно выиграли второй бой, да? Да, ну, как сказать, это спорт, все возможно. И эта Вьетнамка тоже, она действующая финалистка Азии, чемпионата Азии. Да. И как-то я контрольным вышла. Угу. Первый, второй раунд все контрольно, а третий раунд уже я более холодная дралась. И она как-то быстрее меня ошибилась, и как-то я могла много очков забрать. Угу. Третий бой за выход в финал с Узбечкой. Третий бой это полуфинал был. Да, за выход в финал, да? Да, за выход в финал. Светлана Осипова из Узбекистана. Да. А вы с этими соперницами ранее не встречались? Нет, первый раз. Первый раз, да? Только вот соперницы по финалу. Только с Филиппинкой я раньше встречалась на Кореопен турнира. Угу. Ну и расскажите про финальный бой. Хотели взять реванш, наверное? Да, очень хотела. Потому что в прошлом году мы также с ней дрались в Тайпи, тоже универсиада, тоже игры. Хотела взять. Честно говоря, я ее ждала в финале. Некоторые у меня тренировки, именно на нее было. Угу. И я думаю, что я могла, все я сделала. Просто некоторые тайминги я не могла уловить. И как-то она более хитрее была у меня. Из-за этого не получилось. Ну, тем не менее, ваши первые летние азиатские игры. Да. И на первых же играх вы берете серебро. Это очень хорошее достижение. Я даже, если честно, не помню, чтобы кто-то из наших девушек, тайквондисток, брал именно серебро. Я знаю, что есть бронза. Вы не в курсе? Ну, я думаю, у нас раньше было серебро. Это выиграло тоже, я не помню, свыше или 67 килограмм. У меня цель было первое золото взять в историю в Азиаде. Но не получилось как-то. Для этого спасибо. Будете дальше работать? Да, дальше буду работать и стремиться для золота. Дорогие телезрители, я напомню, что Джансель Денис начала заниматься тайквондо не в Казахстане, а в Турции. С 2015 года Джансель выступает, защищает цвета нашей Родины. А как вам пришло предложение выступать за вашу историческую Родину? Кто-то вышел на вас из Федерации или сами вы как-то дали о себе знать? Ну, как вы знаете, у нас рейтинговая система есть. Там я очки собираю и кто в рейтинге в тридцатке, на олимпийском рейтинге, то эти спортсмены могут выступать на гран-при. И я выступала в гран-при, и тогда наши представители Арман Чельманов и Константинович, они как-то наблюдали и сделали предложение. Решились и приехали в Казахстан. Вы в Турции выступали и за молодежные, и за кадетов, и юношеские, и национальной сборной тоже выступали, да? Да, я национальной сборной выступала, но я очень поздно начала тайквондо. И из-за этого я сразу взрослая, мне было 19. До этого я занималась волейболом, и волейбол такой, тогда сезон закончился, и два месяца у меня было. И я что мне делать, как форма остаться, вот так все думала, и мама меня записала в тайквондо. В 19 лет? Да. А работа вашей мамы тоже связана как-то с тайквондо, да? Да, мама работает в национальной команде тайквондо в Турции. Она массажист, долгое время уже работает там, до сих пор. И когда она мне записала в тайквондо, просто она знала, что там весело, как-то может мне понравиться. И я пошла буквально, может, два дня только. И следующий день было после нашей тренировки национальной команды. Тренировка. И там я, только я одна была. Мне интересно было, как они тренируются, национальная команда, в Турции. Они, всегда у них медалей много есть. И как-то смотрю, возле меня постоянно тренер проходит, из тренеров кто-то. Потом тренировка закончилась, он подошел мне, спросил мне мои данные. Потом мне сказала, такая-то, хочешь ты заниматься в тайквондо? Я, почему бы нет? Вот так, ну, позитивно ответила. И потом, не знаю, тот день у меня, наверное, в жизни что-то поменялся. Я очень счастливо вернулась домой. И как-то они на связи были мы. И они позвали меня в национальную команду на тренировку сразу. Я еще ничего не умела делать. Потом они мне помогли. Я год потренировалась усердно. И за год я могла войти в состав команды. В состав национальной сборной? В национальной сборной, да. А вот в составе национальной сборной Турции, какие у вас были самые такие громкие успехи? На каких соревнованиях участвовали? Я сразу, когда через год вошла в национальную команду, я выиграла чемпионат Европы, второе место. Среди взрослых? Да. И потом турниры есть у нас. Гран-при? Гран-при еще не выиграла, но за выход дошла. На чемпионат мира выступала тоже. Там тоже за выход проиграла, но это, думаю, нечестный бой был. Остальное потом я переехала в Казахстан. А вот долго думали, да, над предложением наших представителей? Как сказать, у меня родители в Турции. У нас уже все определено, учеба, друзья. А у нас как-то мечта была. Не знаю, у меня кровь тянула, что ли. Что-то хотела выступать за Казахстан. И мы немного подумали, как определились, как, что, где буду жить, с кем буду тренироваться. Это тоже важно, потому что тренер – это самый важный фактор для этого успеха. И как-то все хорошо пошло. Наш президент Ким Вячеслав Константинович, он поддерживал меня. И до сих пор поддерживает. Благодаря им я здесь. А турки, они как, так легко отпустили вас все-таки? Вы брали медаль на чемпионате Европы, член национальной сборной. Как я родилась... Вы не хотели, наверное, отпускать, да? Да. Как я родилась в Казахстане, они меня не считали казашкой. Они меня как турчанкой, как свои, своя принимали. И, конечно, не хотели они меня отпускать. Но мама уже долгие лет, долгие годы работает в Турции. У нее тоже есть округляющие знакомые. И как-то попросили, чтобы... Уговорили. Да. Чтобы не закрывали мой путь. Но пусть я тоже буду выступать, как-то, чтобы меня не наказывали. Я родилась в Казахстане, чтобы я выступала за свою родину. Ну, Джансель, смотрите, вы, выступая в составе сборной Казахстана, завоевали медали универсиады, азиатских игр. Ну, выступали на чемпионате Азии, на универсиаде, даже на олимпийских играх. А в составе сборной Турции вы могли бы дойти до такого уровня? Все-таки, мне кажется, там конкуренция сильнее. Да, там конкуренция сильнее. У нас весит, тогда я в тяжах выступала так же. И весит у нас 25 человек было. И как-то, чтобы чемпионат Турции выиграть, надо 5 боев выиграть. А в Казахстане сколько? В Казахстане, как сказать, спальсмены хорошие, но количества мало. Конкуренции я не против. А как бы я не смогла бы растить. Ну, мы все помним, как вы завоевали лицензию в Рио, в Маниле, на Филиппинах. Вы там даже этот турнир квалификационный выиграли. Что не хватило вам уже на самих олимпийских играх? Первый же бой вы уступили. Ну, конечно, соперница из Тайпея тоже была сильная, тоже готовилась. Да, здесь еще чемпионком мира была. Я не могу сказать. Психологически, может, где-то в тренировочном процессе не хватило. Вы же анализировали после? Конечно, я никого винить не хочу. Но главное, как мы готовились, мы по-другому готовились на Олимпиаду. На Калевкасу по-другому. И я думаю, просто эта тактика мне как-то не подошла. Да. И я сильно нервничала, конечно, первые олимпийские игры. Очень хотела. Но это, думаю, мне поэмоционально не получилось. Перегорели. Да. Потому что я знаю, что сильно хотела. А когда сильнее хочешь, тоже иногда не получается. Ну, азиатские игры, это, можно сказать, мини-олимпийские игры, только среди стран желтого континента. Все-таки в Тайквондо лидерами являются, наверное, представители Азии, да? Да. Тайквондисты Азии. Те же Южная Корея, родоначальники Тайпэй, Китай. Большое количество в Олимпиаде я выиграла золотую медаль. Азиата. Это Азиата, да. Они являются самыми сильными. Но Европа тоже не отстает. Европейский стиль вообще по-другому. А когда я приехала в Казахстан, мне пришлось поменять свой стиль. И я взяла азиатский стиль, конечно, это действующий и самый сильный, думаю. То есть азиатский стиль, по вашему мнению, сильнее, чем европейский? Да. Сложный, но сильнее. А кардинально чем отличается? Техникой или подготовкой? И подготовкой, и техникой. Например, европейцы более, как сказать, тренировки на физику, но не как так долгие тренировки. Они, может быть, в день два раза тренируются по два часа. Ну, как сказать, у них другая польза. А азиатские более упорные тренировки, более сложнее. Надо до конца добивать свою силу и вытащить как-то. Тем более у нас в национальной сборной тренер из Южной Кореи. Да, Юлия Йонг-Джин. Очень сложные тренировки. Строгие, наверное. Да, строгие очень. Но сначала я не понимала эту систему. Но как-то у нас в этом году одна цель была – азиатские игры. И на это настроились. Из-за этого его сложные тренировки, сейчас мне аж не хватает, еще хочу я тренироваться, я подняла пользу. Ну, вы успели выступить и на чемпионате мира, да, в прошлом году? Да. В Южной Корее проходил. Следующий чемпионат мира в 2019 году? Да, в Англии. В Англии. Ну, теперь, наверное, самые главные старты чемпионата мира. На следующий год, да. А у меня сейчас, после азиатских игр я получила неплохой рейтинг. Я сейчас буду 19-я в олимпийском рейтинге. В олимпийском рейтинге. В олимпийском. А первое место получаю 40 очков. Ну, 24 тоже неплохо. И я почти поднялась на 7. 7 позиций. Да. И в конце года у нас есть финальный гран-при. Я хочу туда попасть, у меня цель. Туда только с олимпийским рейтингом 16 спортсменов может участвовать. Угу. Из сильнейших в рейтинге. Чуть-чуть мне очки не хватает. То есть вам надо еще на 3 позиции подняться, да? Да. Рейтинга не хватает. Также я буду ездить на турнирах, как могу. Ну, в год вы сколько в гран-при участвуете? Вот члены национальной сборной Казахстана. В этом году у нас 4 гран-при, 1 финал. А в следующем году только 3 гран-при и 1 финал будет. Почему гран-при важны? Потому что там на следующий год, кто выиграет финальный гран-при, то автоматически получает лицензию. На олимпиаду. На олимпиаду, да. И важно для рейтинга, чтобы у нас жеребевка хорошая была. Как-нибудь... Да, да, да. Это престижный очень рейтинг. Чтобы в начале турнира на сильных соперников не попасть. Да. А на олимпиаду по олимпийскому рейтингу первые 4 человека без отбора проходят или 6 человек? Первые 4 без отбора. Без отбора. Да. Пятый человек может выиграть гран-слам. Такой турнир большой, если шлем называется. Там, кто выигрывающий гран-при, этап гран-при, только первые номера идут. И там только 12 спортсменов. Из них, кто выиграет гран-слам, то и автоматически попадает на олимпиаду. А шестой через гран-при финал, финальный гран-при попадает. А в вашем месте первые, скажем, 6 человек, это представители каких стран, лидеры? В моем месте первая англичанка, потом Сербия, третья мексиканка, четвертая американка и пятая... Ну, первые 4 я посмотрел, это европейцы и Южная Америка. Азиатов нет. А, еще китаянка есть, она вторая, да, вторая она. Джансель, вы родились в Акмольнинской области, в городе Степногорск. Да. А сейчас выступаете во внутренних соревнованиях за Атрау? За Атрау, да. А почему Атрау? Мой тренер тоже сам из Атрау, и он сказал, давай за Атрау учишь выступать. И они мне как-то поддержку дают. Я рада, что за них выступаю. Когда вы завоевали лицензию в Рио, вас там встречали очень хорошо, да? Да, меня встречали как Алипийская чемпионка, да. Мы увидели Джансель в нашей команде, в национальной сборной Казахстана. Ребята называют вас не Джансель, а... Жан Сауле. Жан Сауле по-казахски. Это мое настоящее имя. Мне дало это. При рождении. Да, при рождении. Мне бабушка это назвала мне. Мне пришлось поменять свое имя, потому что, когда мы переехали в Турцию, чтобы получить гражданство. Они сказали, это имя для нас изучать тяжело. И из-за этого мне выбрали турецкое имя, Джансель. В ближайшее. Джансель, спасибо, что пришли сегодня к нам в студию. Спасибо. Поучаствовали в нашей программе. И в конце, может, какие-то слова благодарности, пожелания. Спасибо всем за поддержку. И сначала я хочу поблагодарить наш Олимпийский комитет и нашего президента. Клебаев Тимур Аскаровича и Ким Вячеслав Константинович. Огромное спасибо. Если не ваша поддержка, я бы не заявала эту медаль. Я очень благодарна. И всем желаю здоровья, счастья. Занимайтесь спортом. Огромное спасибо. Уважаемые телезрители, я хочу еще раз напомнить, что сегодня в гостях в нашей студии была серебряный призер летних азиатских игр в Индонезии по тайг-мондо Джансель Денис. И на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. Смотрите-ка спорт, занимайтесь спортом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...